Первый рим империя селивкидов 11 серия с вами Гемель Карбарко всем приятного просмотра друзья Итак, давно записывал предыдущую серию так что мне нужно немножко освежить в памяти то что сейчас у нас здесь происходит на карте Так что кратенько пробежимся по ситуации Мы воюем со всеми нашими соседями кроме как греков С греками у нас пока войны нету но это временное явление я думаю Воюем с понтийцами успешно воюем отбили у них Мазаку это их город отбили их нападение на Тарсу Осаждаем Некомиди здесь если я не ошибаюсь у нас была крупная битва и сейчас после победы под Некомиди у нас фактически будет прямая дорога на их столицу И это будет скажем так последний гвоздь в крышку понтийского гроба Дальше у нас Парфьяни Парфьян мы вытеснили с восточной части карты они остались на севере я так понимаю в степях у них один городок и в Аравийской пустыне у них Думатта Это все кроме того мы с армянами тоже схлестнулись несколько сей даму назад и уже у них отбили фраспу и осаждаем сейчас Артаксатру Кстати у нас здесь войска а в городе в городе пехота Да Артаксатра это крупнейший армянский город если они теряют Артаксатру это все плюс у нас здесь была битва против армян под Антиохией если я не ошибаюсь кстати в Антиохии большая мощная армия Так здесь нужно парни переобучать да переобучаются и сейчас после переобучения движемся в сторону Сидона сразимся с египтянами попробуем заходить этот город достаточно крупный и важный Вот собственно говоря и все я думаю в течение ближайших нескольких серий возьмем полностью под контроль малайзийский полуостров Возьмем под контроль Кавказ и Армянское Нагорье возьмем Сидон и будем потихонечку высаживаться в Греции посмотрим что там происходит я думаю что схлестнемся именно с римлянами там Так как я думаю к этому моменту они там достаточно крепко уже осели ну что ж давайте кратенько пробежимся по строительству Посмотрим нигде ничего не упустили возможно стоит построить дороги так без переобуча нет не будем переобучать здесь никого Так а сколько стоит на нем колесниц 98 давайте возьмем один отряд колесниц два хода они нанимаются и 1200 на дороге да давайте потратим 1200 на дороге Так это у нас Тарс здесь ничего строить не будем антиохии дороги да давайте дороги построим антиохии 1800 денег осталось ну все больше тратиться я не буду давайте закончим ход дипломат к сожалению опять про него забыл но ничего страшного Так опять эти греки с египтяне с их тупым предложением отклоняем конечно же Так это битва за Артаксатру я так понимаю да у нас нападает капитан Тигран и его будут поддерживать городские войска это Арам будущий лидер фракции но у него фул пехота и его личные телохранители это генерал Востока это не катафраг так что я думаю Изи вин должно быть но авторасчет дает 1 к 1 это означает что скорее всего авторасчет сольет эту битву поэтому давайте отправимся лично попробуем победить в этой битве и взять ключевой город Артаксатру поехали Итак вот у нас стратическая карта начинаем размещение войск Так вот эта армия которая на нас напала там было 85 человек в основном это были несколько потрепанных отрядов Поэтому я даже не знаю как с ними поступать Скорее всего будем конницы расправлять ладно поехали Так вторая армия заходит к нам с левого фланга Давайте развернемся к ним Так а здесь что атака в рукопашную поехали Здесь атака Здесь сейчас догоним или нет Натиск 2 всё минус и здесь сейчас этих тоже добиваем всё Ну первая армия разгромная на которой там 85 человек Отключаем здесь трипл по готовности и всё здесь тоже разворачиваемся здесь пока не догнали Стреляем В спину они получают очень много я думаю сейчас испугаются Да всё Ну разбили Теперь ставим на вторую скорость ждём подхода основной армии Так если бы эти две армии объединились было бы конечно же у них шансов побольше Потому что там хотя бы один отряд какой-то кавалерии был А здесь фул прихотная армия Ну абсолютно без шансов Так ставим на вторую скорость Так мои конники подходят Так это генерал да вражеский Отправим наших учников их обстреливать Да с генералом тоже здесь ударим по нему У нас здесь численный перевес Весьма существенный Я думаю мы сейчас здесь победим их него генерала Да натиск они прозевали потому что хотели кинуть в нас дротики 24 но они стойко сражаются Ну вот вывод это была конечно ошибка они пытались вывести конницу из боя Так здесь зайдём сюда Здесь сюда Здесь опустим копья Но посмотрите генерал их недостаточно долго стоит Так здесь ударим Продолжаем давление чтобы сломить сопротивление его армии Так Здесь вот так вот сделаем Так здесь вернёмся Здесь опустим копья И здесь ударим Хороший натиск килловой Всё минус отряд Теперь бьём этого Так комит сможет поймали Твою мать Не за контролем да Ну ладно Здесь бой Так здесь бьём Здесь уходим Давайте здесь проатакуем Здесь уйдём Здесь уйдём Здесь убегаем Так да чтём Попетластом ударим Так здесь Тоже Попетластом Воу Боляааааать Потерял генерал И моментальный отряд Rendles пехоты испугался. Ладно, это не такая фатальная ошибка, генерал у нас важную роль играет конечно же, но не ключевую. Самое главное, что мы здесь побеждаем, гарантированно. Жалко конечно, что генерала потеряли, да. Жалко. Так, ну что здесь осталось? Все? Или есть еще кто-то, кто не убегает? А, вот вижу. Так, здесь поднимаем копия и давайте встречать. И этих бьем. Так, здесь обращаемся. И давайте ударим этот отряд сюда, в тыл. Подведем лёгкую. Вот этот один отряд мы выведем сюда. Да, давайте продолжим и лёгкой конницей добьем этот убегающий отряд последний. В целом, ничего особенного. Очень жаль, что потеряли генерала. Единственное, о чем я сожалею, это конечно же о потере генерала. Ну ладно, не бывает так, чтобы все было идеально и чтобы все было гладко и обязательно всегда будут какие-то сучки, на которые будем напарываться. Ладно, все. Победа. Заканчиваем битву. Героическая победа. 601 человек ликвидировали. Потеряли порядка 200. Выходим на астрическую карту. Вернулись на астрическую карту. Здесь подходящий муж. 41 год. Ладно, возьмем. Героическая смерть. К сожалению, да, клиент погибает. Ну что ж, бывает такое иногда. 3 к 1. Так, давайте пока подержим афтам в осаде. Помаринуем чуть-чуть. Что у нас? Артаксатра. Что говорит авторасчет? 2 к 1. Там всего-то на всего 40 человек. Давайте автосохранимся и попробуем взять. Да, безоговорочная победа. Берем город. Само собой ликвидируем. И давайте отремонтируемся. Построим дороги и переобучим наших парней. Хорошо. Так, замечательно. Просто прекрасно. Арсакия. Постройка. Так, это где? А, все понял. Мы же там храм строили свой. Повлияло это на общественный порядок. Да, повлияло. Повлияло. Тут еще фалангиты нанимаются. Хорошо. Здесь. Так, давайте этих пацанов переправим. Так, нужно решать вопрос с генералами. Сопротивление подавлено. Объявлена война. Дом Юлии в Даке. Дом Юлии в Даке. Интересно. Ладно. Сейчас нам не до этого. Что здесь по наемникам. Давайте возьмем пельтастеров. И вот этой армии попробуем авторасчетом взять город. Заговорочная победа. Прекрасно. Гир прокачался. Гир прокачался. Так, ремонтируемся. Бац. Что здесь за храм? Давайте снесем их и построим свой Фидианиса или Асклепия построим. Замечательно. Так, что получается? У понтийцев один город остается. Но нельзя их сбрасывать со счетов. У них есть еще войска. Это отрядный распустим. Так, можно вперед? Нет, здесь никого переобучать не можем, к сожалению, да. Так. Придется мне войска везти обратно, что ли, в Сарты. Там переобучаться. Кстати, в Сартах нужно будет еще поднанять войска. Пять отрядов Фалангита возьму. Три отряда Конницы. Да. Значит, что мы здесь делаем? Ты. И ты. Отправляйтесь на переобучение. Здесь у меня остается, в принципе, нормальные войска. Этот отряд можно вообще распустить. Все. Сидим пока сейчас в Некомедии. Из-за потери должны подождать немножко, пока там отправим, переобучим, перекинем обратно в Некомедии. И уже после этого будем думать о продолжении войны с понтийцами. Тем временем, тем временем, начинаем. Так, у нас это новый генерал наш, который появился, да, 41 год. Это он и есть. Значит, Кассандр и Димитрий. Так, Димон, давай. Все. Продолжаем. Отдохнул в Антиохии, там погулял. Все. Все. Теперь продолжаем воевать. Берем элитных Фалангита. Ну, элитных относительно. Это, конечно, днищинские отряды. Но, на фоне всего остального Кава, это более-менее толковые ребята. Берем всю конницу. Так, сюда. Вижу еще одного Фалангита. Его тоже берем. Так. У меня в городе, значит, остается. Давайте возьмем. Раз, два, три, четыре отряда пехоты. Только. Это мало. Пять, шесть, семь, восемь. Вот это уже более-менее. Восемь отрядов пехоты. Так, ты давай будешь сидеть в городе. Наемников оставлять в городе смысла нету. Что мы можем взять? Можем взять еще восточную пехоту. Нанимаем. И все. Пересекаем впервые египетскую границу и движемся к Сидону. Это наша основная цель. Так. В Артаксатре что же нам делать, а? Большие слишком потери мы там понесли. Нужно переправлять туда войска. Но кого? О. Кассандр с 17 лет. Кассандра. Да. Отправлю в Армению Кассандра. Что у тебя? Да. Возьми верблюдов. Сколько они стоят в содержании? Здесь монет не так дорого. Да. Кассандр с отрядом верблюдов сейчас будет. О-о-о. А тут армяне. Посмотрите, что говорят. Ну это в основном восточная пехота, но все равно, все равно неприятно. Так, нет. С отрядом верблюдов он там ничего не сделает. Надо дать ему еще войск. Ну вот так, например. А идти он туда не может, потому что там засады будут кругом. Ну ладно. Ладно. Будем думать. Будем думать, что там делать и как решать этот вопрос. Территорию-то мы захватили, а как их удержать? Теперь вопрос. Ну у меня в Василевке есть небольшие резервы. В Сузах стоят парни. Может их в Армению переправить? Вот этого, например. Ну ладно. Я еще пока подумал над этим. Ладно. Всем спасибо, друзья мои, за внимание. С вами был Гемель Карбарко. Это была одиннадцатая серия Let's Play за Империю Селевкидов. Всем большое спасибо. Обязательно ставьте лайки, пишите ваше мнение, комментарии. До скорых встреч. Пока.